Приветствую вас. Ну, я вижу работу, я вижу работу с вами, например, в следующих направлениях. Во-первых, проработка детского опыта и такое обхождение, я бы сказал, от идеи о том, что люди, которые в детстве над вами издевались, имели что-то против вас. На самом деле, против вас никто ничего не имел, вот, и издевались над вами по совсем другим причинам, вот, которые вы можете не понимать и не осознавать. Это первое. Второе, это обязательный анализ детско-родительских отношений, потому что родители, отношения родителей, поведение родителей не позволило вам безболезненно все это пережить. А значит, с родителями тоже у вас были некоторые проблемы во взаимоотношениях, скорее всего. Наверняка я этого утверждать, конечно, не могу, но я полагаю, что какие-то проблемы все же были у вас. Скорее всего. Дальше. Следующее, о чем необходимо сказать, следующее, о чем необходимо сказать, это о том, что именно вы хотите донести людям. Что именно вы хотите донести тем, перед кем вы выступаете. Что именно вы хотите этим людям показать и насколько вы хотите сделать это, к примеру, для себя или для них. Вот, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вы через публичное выступление пытаетесь что-то в себе доказать. Пытаетесь доказать не только себе, но и другим людям. Правда в том, что другим людям вы ничего не докажете. Себе можно и нужно доказывать, но совсем другим способом, совершенно не связанным, знаете ли, с публичным выступлением. Потому что ни одно публичное выступление вам не поможет справиться с теми, например, сомнениями, которые у вас имеют место быть. Ну, просто потому что эти сомнения проистекают из других историй, из других моментов, не имеют ничего общего эти сомнения с тем, что вы делаете. А это, в свою очередь, означает, что вам, скорее всего, придется снова и снова кому-то что-то доказывать. И ничего хорошего из этого в итоге не будет для вас, по крайней мере. Так что, на данный аспект я рекомендую вам обратить свое внимание, ибо это очень, очень важно. Это очень важно. То бишь, необходимо разграничить, необходимо разграничить то, что вы хотите донести до людей, выступая публично, и то, допустим, что вы хотите сделать для себя. Вот разница между этими двумя аспектами очень велика и очень принципиально. При чрезмерной концентрированности того, что вы хотите сделать через определенное действие. Да? Через одно действие, например. Чрезмерная концентрированность этого влечет за собой негатив. Влечет за собой вот это вот ужасное ощущение того, что вы, каждый раз выступая перед публикой, играете в некую такую игру, в которой вам очень сложно, практически невозможно выйти победительницей, и в которой всегда будут проигравшие и всегда будут победители. Но на самом деле жизнь это не игра. Жизнь это просто жизнь. И по большому счету, если вы перестанете воспринимать с одной стороны на свой счет то, что делают другие люди по отношению к вам, а с другой стороны будете больше делать что-то для них и отдельно будете делать что-то для себя, ситуация вполне себе изменится и станет куда более благоприятной. Ну а взяли публичные выступления превращаться в нечто куда более привлекательное, интересное, самозабвенное, не побоюсь этого слова, мероприятие. Сейчас вам крайне тяжело это признать. Таким вот образом я вижу работу с вами. Да, это займет определенное время. Это вне всякого сомнения потребует определенного времени, это вне всякого сомнения потребует некоторых усилий с вашей стороны. Но можете быть уверены, результат вам понравился. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все, в принципе, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.